Священник Джон Танбер Расскажите, пожалуйста, нам об основных проблемах, с которыми сталкиваются православные сегодня в Пакистане В Пакистане главной проблемой является то, что мы не можем открыто заявлять о своей вере Еще будучи православными христианами, мы не можем получать работу и даже не можем получить хорошее образование Из-за этого мы живем в нищете Есть еще одна проблема Что бы мы ни говорили, мусульмане из предупреждения или из зависти всегда могут перетолковать так, будто мы грешим против их веры И тогда по закону, потому что существует закон о богохульстве, нас христиан могут убить То есть сегодня в Пакистане христиане, они фактически исповедники, да, получается? Да, можно сказать, что в Пакистане сейчас идет гонение на христиан, и это освещают международные каналы интернет Одно международное издание пристально следит за гонениями Там есть все про Пакистан и о том, как сильно христиане страдают и как сильно их преследуют Есть одна организация под названием «Религия без насилия в США», и член этого комитета – очень видный политический деятель Америки Этот комитет в курсе, что в Пакистане происходят массовые преследования, но все его заявления имеют силу лишь на бумаге Могу сказать, что с нашей стороны, со стороны православия, мы стараемся построить добрые отношения с мусульманами Вы знаете, что в Египте святой Иоанн Дамаскин был в хороших отношениях с мусульманами, и мы тоже, будучи православными, стараемся иметь добрые отношения с ними Когда они приглашают меня на свои конференции, я иду, хотя это иной раз бывает опасно Но я всегда говорю, что Бог несомненно со мной Бог призывает меня Бог говорит мне идти проповедовать Его Слово, и поэтому я иду Что касается мученичества и гонения в Пакистане, я хочу сказать вот что Мы должны быть крепкими в своей вере Мы должны быть твердо убеждены, что наша вера истинна Мы должны быть крепкими в вере в Иисуса Христа Мы должны твердо верить в то, что придет день, когда мы преодолеем все эти беды, гонения и другие напасти Отец Джон, а сколько сегодня членов Вашей общины? Сколько людей у Вас в общине сегодня? Сейчас их более 500 И какие сегодня перед Вами лично и перед Вашей общиной стоят задачи и перспективы ближайшие? Моя первая цель – поднять образованность общины Члены общины должны возрастать в вере, они должны бороться с бедностью Они должны быть сильными и духовно, и в общественном отношении Очень важно то, что мы сейчас предпринимаем Мы уже начали программу обучения студентов, родителей и детей младшего возраста Человек должен ходить в школу, учиться, должен трудиться очень усердно И он также должен быть верен церкви Вот как мы готовим людей, в этом наша цель И мы тогда добьемся своего, когда люди станут образованными и верными своей церкви А есть сейчас общинный храм? У нас нет церкви, здания в Пакистане Но благословение Божие, что я сам устроил домовую церковь из моей гостиной Я надеюсь, что если Господь поможет нам, то мы построим церковь Но и сейчас в нашей маленькой церкви по крайней мере 40-50 человек могут участвовать в литургии Они приходят по очереди к вам? Или как? Сначала одна группа, потом вторая группа на литургию? Они приходят на литургию каждое воскресенье в 9 часов утра Люди приходят заранее, потому что место не из легко доступных Они вынуждены добираться из разных районов, чтобы успеть вовремя к 9 часам Потому что я очень строго слежу за временем В 9 часов начинается литургия Когда я заканчиваю проскомедию и готов начать литургию, в домовой церкви уже стоят 40-50 человек Отец Джон, вот вы сказали, что у вас уже достаточно много прихожан А есть кто-то из ваших прихожан, кто хочет принять священный сан? Да, у меня есть 6 учеников, которые ходят на подготовительные курсы моей жены Рози Каждый день с 5 до 8 часов вечера у них уроки по православной вере и Писанию Она учит их литургике и истории церкви Это своего рода подготовка к священству, но я не знаю, получится ли у нас найти им место Если получится, то по благословению Божию они обязательно станут священниками Что бы вы могли пожелать будущим миссионерам в Пакистане? Что ж, было бы замечательно, если бы в Пакистан приехали миссионеры отсюда Тогда, по крайней мере, моя община и я тоже, мы бы не чувствовали себя одинокими Это великая смелость, исповедовать веру Если ваши миссионеры приедут в нашу страну, то однажды настанет день, когда мои чада Пойдут проповедовать Слово Божие также и в другие страны Спасибо большое, что нашли время для того, чтобы посетить нашу Академию, нашу страну И мы все желаем вам, вашем нелегком труде, служении в Пакистане, Божьей помощи Спасибо вам большое А я должен поблагодарить вас за то, что вы укрепляете мою веру и поддерживаете меня Я даже не говорю о финансовой поддержке, но я благодарю вас за то, что вы цените нашу миссионерскую работу в Пакистане Спасибо вам за это Спасибо за просмотр!